Вот интересная вещь и хорошее было интервью. Интервью Дельбоски. Испания провалилась на этом чемпионате и сыграла неважно. И ему задают вопрос, что это конец эры испанского футбола. И он отвечает, нет, это не конец эры. Испания, она будет жить еще лучше, еще придут лучшие игроки. Почему? Да потому что в Испании есть хорошая инфраструктура для развития молодых футболистов. Потому что юношеские сборные выигрывают все практически или находятся в финале. Потому что организация футбола в Испании, она на том уровне, который позволяет воспитывать игрока. Сейчас мы возьмем вот эти вещи и переложим на нашу ситуацию. Конечно, и национальная сборная, это говорит о том, где мы сегодня находимся. И не нужно одного говорить Слуцкого, что он в чем. Сейчас свалили на Слуцкого все. Вот он виноват. Да он сделал чудо. Он после капелла сделал чудо, не допустил ни одной ошибки. Хорошо, что мы туда поехали. Мы туда поехали и мы посмотрели вот сейчас, где мы находимся. Наверное, поэтому мы собрались. Мы теперь можем говорить такие вещи. Вот в Польше была такая ситуация. Ситуация очень сложная. Они ничего не выигрывали. У них был футбол хуже, чем у нас. Вдруг приходит Бонник. Бонник. И совсем другая ситуация. А почему другая ситуация? Да потому, что он знает этот предмет. Он знает этот предмет. Он, начиная с юношей, прошел до руководителя и так далее. Такая же ситуация с Валерием. Он много труда вложил, как был футболистом. Он знает вторую лигу. Он знает первую лигу. Он завоевал из российских один только тренер, который Кубок УФА. Он этот этап прошел. Он прошел этап административной работы. Где-то были ошибки, где-то не были. Но он футбол знает. Вот и до. И мне бы хотелось, чтобы все-таки нами управляли те, которые знают. Вот посмотрите, 2000 год, который... Денег было много в командах. И сейчас говорят денег. Сейчас денег... Половина команд зарплаты платят по праздникам. Но в 2000 годах... 2005-й, наверное, 2010-й было очень много. А что мы сделали? Вот руководители, которые пришли, что сделали? Что где построили? Построили для детей какой-то центр хороший. Построили в Сибири какой-то центр, где люди могли бы заниматься. Нет, ничего не было. Вот прошло и прошло. Прошло. Одних пригласили, других пригласили, третьих. Что дальше? Какое развитие произошло? Поэтому, конечно, тревога для нас, для всех большая. Я секундочку одну. Я с удивлением всегда... Ну, я пишу-то, говорю, да. Я несколько лет назад, ну, может, 2-3 года назад услышал от министра спорта о том, что у нас в стране открыто 200 полей. Я сел и змеяться начал, потому что около 100 регионов. Кто их проверял? Да даже не в этом дело. 100 регионов. В смысле, на Московскую область два поля всего. Это вот здесь и вот здесь. Это даже говорить об этом стыдно, на самом деле. Ну, тот, кто не работал в командах, которые пониже, тем говорят, что здесь все есть. Есть хорошая школа. Конечно, в Краснодаре мы молодцы, а не клуб Краснодара. Конечно, в Москве есть школа. Конечно, в Питере еще будет. А больше нигде ничего нет. Ну, что ты говоришь. А посмотрите, какая страна у нас. Больше ничего нет. Откуда будут эти футболисты приходить? Наверное, нам нужно не... Говорят, все время в Федерации нет денег. А что мы тогда живем в пятизвездочных отелях? Живем. Давайте жить на базах. Спортивная база есть хорошая. Будем там. Все деньги. Раз нет денег, правильно? Это нормальное явление. Да, надо жить здесь. Если столько, сколько мы прожили за этот период на всех этих гостиницах, уже две базы сборной построили. У меня все. Спасибо.